Я Башкатов Виталий Вадимович, занимаюсь путевой аппаратурой САУТ и сервисной аппаратурой относительно путевых устройств. Сейчас я вас познакомлю с путевой аппаратурой САУТ-ЦМ, а также сервисной аппаратурой, которая используется в помощь при работе с путевой аппаратурой. Генератор путевой унифицированный напольного исполнения используется для передачи информации на локомотив, кодированной информации в качестве дополнительного элемента. У него имеется индикатор, с помощью которого путем нажатия кнопки, находящейся на лицевой панели, можно в любой момент на рабочей точке определить полностью информацию передаваемого генератора. То есть, код генератора, его тип, то есть, предвходной, входной, маршрутный или входной, номер генератора, а также номер маршрута приема, выбранный в данный момент контактами реле СЦБ. Вот сейчас в центре можно увидеть индикатор, на котором можно наблюдать этот код и номер телеграммы, и кнопка, с помощью которой можно заставить этот индикатор светиться. По посылке, в отличие от предыдущего генератора ГПП, программируемого, на котором была возможность передачи только четырех посылок, этот генератор позволяет передавать восемь посылок одновременно, и конкретно выбирается одна из восьми посылок. Кроме того, данный генератор имеет автоматическую регулировку тока, поэтому при его установке на сигнальную точку нет необходимости в настройке в резонанс, раз. И второе, нет необходимости для использования переменного резистора с целью установки тока в шлейфе полампера. На любом шлейфе, любой длины, значение тока практически сохраняется в районе полампера плюс-минус 10%. Данный генератор может устанавливаться, то есть является взаимозаменяемым с генератором ГПП, только с более широкими возможностями, поскольку вместо четырех восемь посылок позволяет передавать. Так, значит, он устанавливается взамен генератора ГПП в качестве выходной сигнальной точки. Кроме того, этот генератор позволяет подключать управляющие контакты реле на расстоянии до трех километров, а также и схему контроля, соответственно, контрольное реле на расстоянии до трех километров. То есть сигнальная частота по цепям управления не протекает? Так, схемно они невзаимозаменяемы, схемно. Один к одному нельзя, один вытащить, потом другой? Один вытащить и взамен его поставить другой можно только на выходной. То есть вытащить ГПП, поставить ГПУ? ГПУ, да. Единственное отличие, что там в схеме контроля контакты на унифицированном генераторе несколько отличается по расположению. То есть там меняется место. Там, где в генераторе ГПП стояла пара выводов для подключения реле контролирующего работу генератора, то есть там было одно реле, здесь же используется пара для подключения контрольного реле контрольной частоты 13 килогерц, которая протекает в шлейфе в том случае, когда сигнал закрыт. Кроме того, в унифицированном генераторе используется современная элементная база, то есть две микросхемы фирмы от МЭЛ, однокристальные микро-ЭВМ с флеш-памятью, которые перепрограммируются электрическим путем. То есть без стирания. От предыдущих генераторов нет необходимости использования ультрафилетовых ламп стираний. Все перепрограммирование происходит достаточно безболезненно. Простым подключением к программатору. Вот видно сейчас штепсельный генератор, то есть генератор GPU-SAUT штепсельного исполнения. Элементы управления у него наверху аналогичные, то есть имеется также индикатор и кнопка, с помощью которой можно нажатием просмотреть код и номер посылки, выдаваемым этим генератором. Так, гнезда XS1 служат для контроля тока, так же как и в предыдущих конструкциях генератора. Правильно, да? Угу. Только в отличие от предыдущего генератора GPU-P, эти гнезда использовались так же и для настройки тока на величину пол-ампера. А здесь с помощью этих гнезд мы только контролируем этот уровень, но не вмешиваемся в регулировку величины этого тока. То есть обслуживание данных генератора к чему будет сводиться? Обслуживание, в принципе, подключение на сигнальной точке и после подачи питания проверка его работоспособности с помощью, в первую очередь, с помощью кнопки, то есть проверка передачи кодовой информации. Затем с помощью вольтметра можно проверить ток, который протекает в шлейфе, уровень. Какой вольтметр? И все. Вольтметр штатный, который использовался и раньше. Ну, то есть C-шки, приборы типа C. Вот другой прибор для обслуживания уже путевых устройств САУ-ЦМ. Это индикатор тока шлейфа САУ-ЦМ. Вот. Условное обозначение ИТШ САУ-ЦМ. В отличие от предыдущих индикаторов тока, он проверяет только наличие двух частот. То есть, либо основная кодированная частота 19,6 кГц. Это рабочая частота. Соответственно, переключателем на лицевой панели выбирается положение рабочая частота. Либо контроль частоты 13 кГц. Соответствующее положение контрольная частота на лицевой панели. Таким образом, здесь с этим прибором над головкой рельса можно определить примерную величину тока протекающего в шлейфе и ту частоту, которая в данный нагляд протекает. То есть, действительное наличие подтвердить этой частоты в шлейфе. Так, вот сейчас вы видите стенд для программирования и проверки путевых генераторов ГПУ САУ-ЦМ. В киповских условиях. Правильно? Вот. Значит, сам этот стенд представляет собой такую небольшую коробочку. Вот это справа. Значит, разъемы для подключения генераторов штепсельного и нештепсельного исполнения. Так, ну теперь о самом стенде. Значит, какие генераторы можно с помощью него настраивать? Так, этот стенд используется только, исключительно для настройки, программирования и проверки генераторов ГПУ САУ-ЦМ. Внешне он представляет собой такую коробочку, значит, которая подключается через данный разъем. Видно? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Через данный разъем подключаются генераторы, или штепсельный, или напольный. Следующий разъем позволяет подключить этот стенд к компьютеру по последовательному порту. И данный разъем используется для подключения кабеля для программирования генератора. Затем на лицевой панели у нас еще находится ряд переключателей. И данный переключатель, маршрут, позволяет коммутировать различные посылки, то есть имитировать работу контактов реле СЦБ. И тем самым проверять все передаваемые генератором посылки. То есть проверять, работает ли у генератора канал, конкретный канал данной посылки, выбираемый в данный момент, вот этим имитатором. Затем, следующий переключатель L-шлейфа. Это переключатель, который имитирует длину шлейфа. Собственно говоря, он собой внутри представляет набор дросселей. Каждый дроссель является эквивалентом 10-ти инграметров шлейфа. И используется он, в общем-то, для проверки работы схемы регулировки генератора, которая должна обеспечивать при исправной работе генератора его отклонение по току в нормальных условиях, то есть условиях кипа, в пределах 0,5 А плюс-минус 20%. То есть от 0,4 до 0,6 А. Так, а вот эти два нижних переключателя, они до чего шли? Два нижних переключателя, значит, поскольку у нас на обратной стороне есть клеммы контроль, которым подключается контрольное реле, а в данном генераторе заложена схема таким образом, что используется два контрольных реле, каждый контрольный реле на свой канал, то есть либо на канал 13 кГц контрольной частоты, либо на канал рабочей частоты 19 кГц. И чтобы определять работоспособность схемы контроля каждого из каналов, при наличии всего лишь одной пары клемм, у нас используется вот этот тумблер-контроль, с помощью которого мы переключаем ту пару выходных клемм схемы контроля, которая в данный момент необходима для проверки. То есть если мы выбираем положение 13 кГц, то в данном случае на клеммы контроль стента будет подаваться напряжение, соответствующее напряжению выхода схемы контроля частоты 13 кГц. И наоборот, если для тумблера для положения 19 кГц, то на эти же клеммы будет подаваться напряжение из канала контроля частоты 19 кГц. Ну и второй тумблер? Второй тумблер используется в двух режимах. Первый режим, когда мы подключаем фильтр, то есть положение включено, в этом случае мы можем контролировать на клеммах частота с помощью частотомера ту частоту, которая в данный момент передается в шлейф. То есть либо частота 13 кГц, либо частота 19 кГц. А в положении отключено, в этом режиме мы можем с помощью этого стенда и компьютера определять код, который идет в шлейф, но уже не с помощью индикаторов на лицевой панели генератора, а с помощью программы обработки данных, заложенной в компьютер. Так, это окно рабочей программы для стенда СКГ с аукцием. Значит, при выборе режима программирования основной микросхемы, задающей коды генератора, здесь есть необходимость использования данных окошек. То есть выбираем конкретную дорогу, предположим, Горьковская дорога. Затем в открывающемся списке, выпадающем, выбираем конкретную точку, которая нам необходима для программирования в данный момент. После чего высвечивается вся информация по данной точке, то есть название станции, где устанавливается точка, ее тип, то есть входной и любой другой. Затем место, где она устанавливается, ее код. И при необходимости, если номер генератора отличен от нуля, то здесь высвечивается еще и номер генератора. То есть, если устанавливается несколько генераторов на одной точке. Да, если устанавливается несколько генераторов. Затем, после подключения генератора к стенду и, соответственно, стенда к компьютеру, включаем генератор в сеть 220. Соответственно, необходимо подать питание также от сети 220 на стенд при помощи блока питания, который прилагается к самому стенду. После выполнения данных действий мы нажимаем кнопку программирования. После чего в данном окошке высвечивается информация. Связь установлена. Порт КОМ-1 или КОМ-2 в зависимости от того, с каким портом идет работа. Далее, если нам необходимо записать тестовую программу для платы контроля, то там нет необходимости выбора дороги конкретной, конкретной точки. Здесь используется внутренний файл, который нигде не индицируется. Достаточно только выбрать кнопочкой тестовую программу, также подключить стенд и генератор к сети 220 и нажать кнопку программирования. То есть я сейчас добавлю немножко. В отличие от генератора ГПП, в генераторе ГПП программируется не только контроллер, который вырабатывает все сигналы, необходимые для подачи в шлейф, но и также плата, которая контролирует правильность формирования телеграмм. Кроме того, здесь присутствует кнопка проверка. Она используется в том случае, если на индикаторах генератора нет никакой информации, то есть они молчат, погашены. Чтобы проверить, рабочий генератор или нет, и что он в данный момент передает, то есть правильную посылку он передает или нет, используется режим проверка. То есть подключив клеммом ток генератора и клеммом ток стенда провода и включив генератор в сеть 220 В, нажав кнопку проверка, мы в данном окошке увидим информацию по генератору, то есть какой тип генератора и его код, номер генератора, номер маршрута. Если генератор неисправен, то здесь информации таковой не будет, будет выдаваться ошибка. Это позволяет при определении места неисправности генератора более быстро оценить, где необходимо проводить дальнейший поиск неисправности. В комплект поставки стенда входит, помимо самого блока связи, вот этой маленькой коробочки, стенд SKG-SALC, со всеми разъемами и блоком питания, также входит компьютер вместе с монитором, то есть системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер лазерный, кэнон, и кроме того, входят приборы, такие как цифровой вольтметр V7-38, осциллограф S1-151 и частотомер C3-63-1. Ориентировочная стоимость всего комплекта полностью около 170 тысяч. Подобные блоки проверки генератора программируемого путевого только с добавлением дополнительной кнопки возле кнопки сброса поставлены на северный участок восточно-сибирской дороги, где был проект оборудования устройствами САУ-ЦН, но фактически были установлены генераторы ГПП старого образца, то есть не унифицированы под них, соответственно, переделывалась, модернизировалась сервисная аппаратура, то есть программаторы и данные блоки проверки. Это был как бы штучный заказ, поэтому в массовом производстве у нас такой аппаратуры нет, хотя при необходимости можно будет ее восстановить. Кроме того, данный блок проверки вообще предназначен для проверки кодовых посылок генератора в стационарных условиях, то есть в условиях КИПа по температурным параметрам элементная база используется только как бы в условиях КИПа. На минусовых температурах эта элементная база эксплуатироваться нормально не может. поэтому в зимних условиях пользоваться на точке конкретной для проверки кода не осуществляется, не представляется возможным в связи с тем, что просто-напросто замерзнет. замерзнет. У нас такой опыт при плюсовых температурах ноль. В летних условиях но вообще при плюсовых температурах можно. Данное устройство называется БПРПУ, то есть блок проверки параметров путевых устройств. Он фактически заменяет собой аппаратуру САУТ-контроль используемую на лагон лаборатории. С помощью него можно подключиться к штатному разъему САУТ в кабине локомотива и запустив программу на экране жидкокристаллического монитора отслеживать информацию, считывать информацию в процессе движения по каждой точке САУТ. При этом есть возможность просмотра таких же диаграмм по каждой точке, как позволяло программа с аппаратуры САУТ-контроль. В данный момент отсутствует тот человек, который занимается непосредственно этой аппаратурой, поэтому более подробную информацию предоставить нет возможности.